Ну и с хорошего хочется заметить, что утро не только отличный повод проснуться, но и поговорить. Поговорить с приятным собеседником. Что я предлагаю сейчас делать? Да, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Как известно, старый афоризм, поэтому да. Прямо сейчас отправляемся к следующему гостю. Виктор Шелик Кривому. Да, а в гостях у нас сегодня Сергей Додонов, проректор по приоритетным проектам в Крымском федеральном университете имени Вернацкого. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы удачно к нам добрались. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тогда с места в карьер, как говорится, начнем обсуждать. Вот студенчество, годы, которые вспоминать невероятно приятно, но проходить не так просто, да? Достаточно трудный период в жизни, хотя, казалось бы, должен быть таким интересным и увлекательным. Вот какие, возможно, программы, возможно, подходы применяются в КФУ сейчас, чтобы студентов увлечь? Чтобы сделать их и досух, и учебу интересной. Ну, я сказал бы так, что самое интересное направление именно в обучении – это проектное обучение. Что это значит? То есть ребята, начиная с первого курса, придумывают. Пока это абсолютно безумные идеи, как они считают, что относятся к их профессиональной деятельности. Но именно вот эта вот, как знаете, незашоренность мысли, когда тебя еще не давят ни предметы, которые ты изучил, тебе давят именно желание, кем ты хочешь стать в этой профессии. Как раз и позволяет подхватить преподавателю какую-то идею, да, для того, чтобы потом направить этого студента и не ограничивать его в поиске. Что касается досуга или, так скажем, внеаудиторной работы, здесь, конечно, большое количество у нас есть, или, как сказать, вовлечения студентов в молодежные проекты. У нас очень активно работают российские студенческие отряды, то есть для ребят это вообще возможность шикарная быть причастными к каким-то большим стройкам, которые проходят в Российской Федерации, быть причастными к тому, что происходит в Крыму непосредственно, то есть работают и в Артеке, и в других детских оздоровительных лагерях. Для процесса, кстати, вот тоже у нас был недавно АСБ-фест, то есть по баскетболу фестиваль проходил, то есть для ребят довольно много проводится проектов, которые позволяют им проявить свои и спортивные, и творческие таланты, и организаторские способности и так далее. То есть сегодня мы молодежи даем довольно много свободы, я бы так сказал, для воли изъявления, да, то есть для того, чтобы они могли проявить себя, но, как я говорю, то есть цензура нет, но цензура есть, да, в чем она заключается? В том, что, как это сказать, студенческая вольница, чтобы не перешла границы, а так, в принципе, сегодня ребята доказывают свою состоятельность, я бы так сказал, инициативность и ответственность. Инициативность, да, я так понимаю, что взаимодействуют активно и с материковыми студентами, и обмен же опыт там происходит, то есть сюда приезжают, и наши уезжают. Да, есть ежегодные тоже опять премии, конкурсы, которые называются «Студент года», активно сотрудничают с Российским Союзом Молодежи, и вообще, в принципе, если взять активную жизненную позицию ребят, то сегодня, ну, я могу, конечно, ошибиться, но точно более 15 всевозможных общественных организаций существуют на базе КФУ. Это, вот так я сказал, Российский Союз Молодежи, это и волонтеры Победы, и так далее, и так далее, то есть их очень много. И каждый находит себе там, как сказать, то, что ему надо. Я, насколько знаю, еще я общалась как-то с одной студенткой, как раз-таки она из волонтеров Победы, и она рассказывала, что даже обучаясь на бюджетной основе, если ты участвуешь в каких-то мероприятиях, и хорошо это делаешь, то можно получать дополнительные выплаты к стипендии, правильно? Да, да, по дополнительной стипендии, она довольно внушительная, я считаю, я бы так сказал, особенно для студента, но потому что базовая стипендия составляет, там, 1600 рублей, условно, округлим, как говорится. То есть та, которая сегодня выплачивается в КФУ, она больше 2300 рублей. А повышенная стипендия, в зависимости от направления, она может быть от 3 до 5 тысяч. И студент, который активен и в научной, и в общественной, и в спортивной жизни, он может все это аккумулировать, и в итоге его стипендии могут доходить в месяц до 20 тысяч рублей. А это уже, согласитесь, ощутимо. Ну, это нормально, да, это среднестатистическая зарплата. Да, среднестатистическая зарплата, которая сегодня есть, да. То есть поэтому ребята, которые активные, они действительно могут заработать не только имидж, как я говорю, но и материальное благополучие. Ну, то есть за то, что ты активный студент, активный участник студенческой жизни в университете, и ты, по сути, получаешь очень хорошую премию за это. Ну, фактически это, знаете, как это приучает быть активным постоянно. То есть когда ты закончишь университет, тебе тоже недостаточно быть только, как это называется, хорошим работником и выполнять свои должностные функции и обязанности. А необходимо делать нечто большее, если ты хочешь рассчитывать на нечто большее, кроме заработной платы. Плюс не дает, так сказать, ерундой заниматься. Больше времени уходит именно на полезные деятельности. Да, здесь вовлекаются, делаются. И я хотел сказать, что увеличивается и количество секций. И сегодня в университете есть проект по плоскостным спортивным сооружениям. То есть восстанавливаются будут стадионы, восстанавливается будет наш бассейн и так далее. Плюс строительство нового бассейна, новых корпусов. То есть впереди у ребят интересная пятилетка, я бы так сказал. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Дадонов, проректор по приоритетным проектам в Крымском федеральном университете имени Вернацкого. Спасибо.